Мы снова отправляемся в дорогу. На этот раз наш путь лежит на восток, в один из самых больших по площади регионов России. Здесь течет самая полноводная река нашей страны Енисей. И присутствует все разнообразие природных зон, начиная с арктических пустынь на севере и заканчивая степями на юге. Мы снова в Сибири, на этот раз в Красноярском крае. И здесь с высоты пчелиного полета предлагаем вам полюбоваться красотами Красноярска. Красноярский край – второй по площади регион России, протянувшийся на 3000 километров. Его площадь составляет более 2 миллионов квадратных километров. Будем знакомиться с людьми, живущими здесь, и с системой образования. А начнем мы свою экспедицию с города Красноярска. Красноярский край – это уникальная территория, географически уникальная, потому что Красноярский край протянут с юга на север или с севера на юг. При этом на севере нашего Красноярского края вечная мерзлота, и там постоянно зима. А на юге Красноярского края у нас растет виноград. Я очень давно пришла в систему образования и прошла путь от учителя до министра образования, работая практически во всех сферах. То есть и завучем школы, и директором школы, и главным просто специалистом в системе образования. Поэтому для меня система образования – это вся моя жизнь. Российская вокалистка, актриса театра и кино Дарья Антонюк родилась и выросла в Красноярском крае в городе Зеленогорск. Дарья стала известной благодаря яркой победе на музыкальном шоу «Голос» в 2016 году и вошла в топ-5 ярчайших победителей проекта во всем мире. Для меня Красноярский край – это, конечно же, первое слово, которое приходит в голову – это «дом». Я очень люблю все, что связано с этой областью, с этим краем, со своим родным городом. И меня тянет, конечно же, всегда обратно приезжать, подпитываться этой энергетикой, потому что для меня это, конечно, безумно энергетичное место во всех смыслах этого слова. С невероятной природой, с открытыми людьми и вообще много всего, на самом деле, хорошего можно говорить о Красноярском крае, потому что он такой большой, он практически необъятный. И вот, как говорят нас, учат постоянно, что вот помещается 5 франций, мне кажется, помещается сильно больше за счет вот этой огромной энергетики и больших сердец людей, которые там живут. Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» является членом Евразийской ассоциации зоопарков и аквариумов, а также членом ассоциации северных зоопарков мира. Горожане с любовью называют этот природный уголок «маленьким городом» и с удовольствием проводят здесь время, подкрепляя знания по биологии, географии и окружающему миру. По образованию я педагог, поэтому вся жизнь моя была именно в образовании. В парке я работаю только 5 лет, и вот все, что наработано в системе образования, именно, естественно, научного, все перенесено было сюда, прирослось, успешно развивается, поэтому вот, ну как, что заинтересовало? Профессионализм, да, постоянная именно деятельность с ребятишками, она, знаете, наверное, дает даже какой-то эффект омоложения. Здесь работает клуб юных биологов, где старшеклассники могут подтянуть свои знания по биологии перед поступлением в ВУЗ и заняться научной деятельностью под руководством опытных зоологов. Для ребят помладше организованы познавательные экскурсии и интерактивы. Филин – это тоже один из представителей сов, то есть есть общее название совы, есть различные неясыти, как вот наш мых, его зовут мых, есть разные ушастые совы, есть болотные совы, есть цички, есть плюшечки, их очень много разных, поэтому филины – это тоже совы. Мне вообще животные нравятся, больше мне нравится видеть их вживую, потому что я так больше могу их изучать. Для таких любознательных ребят работает академия дедушки Роя, где можно попробовать себя в роли зоолога или орнитолога помочь в уходе за животными. Но образовательная деятельность парка не ограничивается его территорией. Это практикоориентированные такие форматы – экспедиции. Экспедиции очень серьезные, действительно, не просто слово, да, экспедиция, она не настоящая, не которые по пять, по семь дней в тайге в настоящей, с какими-то определенными заданиями выезжают, но тоже старшеклассники, 12+, младшему просто взять не сможем. Я не люблю сидеть на месте, когда просто рассказывают, я люблю походить, посмотреть, поинтересоваться, как разные животные есть. Там все расскажут, и потом это понадобится в окружающем мире. Ну а мы отправляемся в Академгородок, где расположена гимназия номер 13 Академ, которая с 2019 года вошла в проект «Базовая школа Российской Академии наук». Цель проекта – создание учебных заведений, где будут развивать интерес к науке у одаренных школьников. В Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской Академии наук разработали образовательные планы и определили научных руководителей опорных школ. С какой целью школы РАН? С тем, чтобы показать ученикам интерес к науке и возможности, которые есть в наших научных организациях. Все-таки в академических организациях, в современных институтах, в передовых, которые и оборудование, и поставка задачи, и сами научные проекты, они нисколько не вступают в зарубежном. Мы решили, что в школах РАН, вот, ну, во всяком случае, в Красноярском, это лучше с восьмого класса. Уже у детей появился интерес, уже как-то они определяются. А здесь, чтобы походили, рассмотрели. И поэтому у нас надо отдать должное, я здесь вам благодарность, и к руководству края и города. Мы составили, у нас есть проект развития школ РАН. Куратором гимназии номер 13 «Академ» стала Марина Смольникова, ведущий научный сотрудник НИИ «Медицинских проблем Севера», руководитель группы молекулярно-генетических исследований. Я много лет занимаюсь молекулярной биологией, медицинской генетикой, и основной проблемой, с которой сталкиваемся мы, как специалисты, это нехватка кадров. То есть нехватка именно научного потенциала, молодого, кто бы мог помогать нам осуществлять научные проекты. И в данном случае базовая школа РАН – это очень хороший нам подспорье. То есть мы надеемся, что в процессе данного проекта мы привлечем молодые кадры к нам в помощь, к нам в команды. Далее будем продолжать развивать генетические исследования в Российской Федерации. В гимназии развивают молекулярно-генетическое направление, в рамках которого школьники изучают персонифицированную медицину. В рамках проекта «Персонифицированная медицина. Поиск генетических маркеров и заболеваний человека» ученики класса ФРАН со своими кураторами изучают курс молекулярной биологии и медицинской генетики, а также проводят ряд научных работ и проектов, по результатам которых пишут работы и делают доклады на конференциях. Сейчас вот в классе РАН 75 детей обучаются. В каждом специализированном классе, начиная с 8 по 11 класс, где-то 100 человек, где-то 75 человек. У них выбор будет или же в каких-то исследовательских институтах работать, в каких-то программах интересных участвовать. Мы сегодня разбираем один из этапов научного исследования и используем биолюминесцентную реакцию для того, чтобы определить безопасность различных продуктов питания. На данном этапе мы смотрим на огурцы. Так вот, сегодня мы сформулировали гипотезу, которую мы в конце опровергнем или подтвердим. Какая у нас гипотеза? Да, мы предполагаем, что разные сорта огурцов оказывают одинаковое влияние на биолюминесцентную систему. В школьной лаборатории идет работа с анализом, основанным на биолюминесцентной реакции бактерий. Для этого используются разработанный красноярскими учеными реагент и специальный прибор, который, измеряя интенсивность свечения в присутствии анализируемого образца, позволяет сделать вывод о его потенциальной токсичности. Такой анализ применяют для определения в пробах клещевого энцефалита, меланомы, рассеянного склероза. Я хочу в последующем связать свою жизнь с наукой, стать, возможно, ученым или врачом я еще не решила, но, скорее всего, врачом-хирургом. Я знаю, что мои одноклассники хотят стать учеными. Половина класса учеными, половина класса врачами. Мы очень этому рады, мы очень любим биологию и химию. Я люблю заниматься наукой, потому что для меня это очень интересно. Я обожаю читать какие-то научные статьи, ставить какие-то эксперименты, выдвигать свои гипотезы. Даже если они неверные, я могу их опровергнуть. Погружение в науку не ограничивается стенами школы. Для ребят открыты двери лаборатории научно-исследовательского института медицинских проблем Севера, где под руководством куратора школьники могут проводить исследования. Лично я занимаюсь исследованием генетической предрасположенности к заболеваниям человека. Я считаю, что это очень нужно, так как человек еще на ранних стадиях может предотвратить появление или развитие тяжелых форм данного заболевания. В основном это приходится на детский возраст. Для меня наука с самого начала была чем-то интересным. Я еще в самом детстве спрашивала у мамы что-то про лекарства различные, про как происходят определенные процессы. Мне это было очень интересно. И когда у меня появилась возможность поступить в класс РАН, я, конечно же, это сделала. Многие дети выезжают наши на стажировку за рубеж, затем возвращаются сюда. Это стоит очень дорогого. Дальше что? Что же происходит с коллективом? Хорошо, мы детям даем такую платформу и расширяем свои границы. А что же для учителя? А учитель повышает свою компетенцию. Молодым ученым, во-первых, показать и себя, и рассказать, и где-то это даже как практика. Подготовка, практика, работа. И когда, если человек рассказал свой материал, и его поняли ученики, значит, это точно он понимает, чем он занимается. Приятно, что мы оставляем после себя. И люди, которые будут этим заниматься, им это интересно. Мы готовим будущее страны. Красноярску почти 400 лет. Это не только важнейший научный, но еще и культурный, транспортно-промышленный спортивный центр России. Красноярск из года в год входит в число самых благоустроенных городов России. Сибирский город-миллионник будет интересен любому туристу. Не каждому городу посчастливилось красоваться на банкноте Российской Федерации. А Красноярску повезло. Да и обладателям данной купюры тоже. Говорят, что люди из Сибири, они очень стойкие. Это правда. Люди, правда, очень выносливые, стойкие. И, наверное, поэтому они относятся к чему-то проще, чем кто-то другой. Я не знаю, как оно бывает в разных частях России, потому что я родилась именно в Красноярском крае. Я знаю исключительно про людей оттуда. Да, какие-то их характеристики. Но у меня такие ощущения от общения, от себя самой на самом деле. Потому что я все-таки там родилась и прожила очень большую часть своей жизни. Большую даже часть своей жизни на данный момент я прожила все-таки в Красноярском крае. Вообще, если говорить об особенностях нашего края, я бы, наверное, сказала, что мы сильны вот такой проектной культуры. Потому что, причем, проектная культура не только в сфере образования, там, общего образования, но и когда ведутся переговоры и совместные проекты с властью. Да, у нас есть город Красноярск, и есть очень много разных школ в удаленных территориях. И, конечно, у города Красноярска есть очень интересные решения. Очень много задач решает любой субъект Федерации. Но очень важно, на какую почву попадают эти задачи. И в этом смысле, как бы, вот эта культура переговоров, проектная культура, поиск совместных решений – это то, что считает своей миссией наш институт, помимо всех, всего огромного количества задач, которые у нас есть, так же, как и у любого субъекта Федерации. Физико-математическая школа Сибирского федерального университета ориентирована на индивидуальные образовательные потребности каждого ученика и реализует программы углубленного уровня по математике, физике и информатике. Мы с вами находимся в здании физико-математической школы, которая как школа начала работать с 1 сентября 2021 года. И мы набрали своих первых 210-классников. Мы физико-математическая школа, и, безусловно, нам важны образовательные результаты ребят. Мы, конечно же, говорим про высокие предметные результаты. Но дальше, через запятую мы говорим. Важно, чтобы они понимали, что с ними будет дальше, и куда они будут дальше поступать. Осмысленно отвечали на вопрос, куда я буду поступать. И что я сейчас для этого делаю, для того, чтобы быть успешным в будущем. Традиция физико-математического образования для школьников существует в Сибирском федеральном университете с 2011 года. Началось все с физмат-классов с углубленным изучением профильных предметов на базе школ-партнеров. И вот теперь идея переросла в полноценное образовательное учреждение для старшеклассников. Уроки по профильным предметам здесь ведут преподаватели СФУ, а школьники наряду со студентами получают доступ к образовательным и научным ресурсам университета. А значит, движение этой точки более сложным. Вспоминаем, как у нас получаются вот эти вот полудуги. По гипотенузе, то есть мы должны рассматривать движение вот этой точки как сумму нескольких векторов. Дети здесь отличаются от обычных школьников, повышенным запросом к знаниям, базой знаний, ну и мотивацией. С этими ребятами работать легче в том плане, что они, конечно же, славливают все на лету, схватывают все на лету. А запрос к материалу, который они хотят изучить, у них достаточно высокий. Соответственно, им необходимо объяснять более сложные вещи, что-то из курса университета. Вот поэтому для нас, как для педагогов, это тоже вызов. Я вообще по своей натуре не красноярец, был рожден в Минусинске. Там я стал победителем Олимпиады по физике муниципального этапа и получил приглашение на участие в оригинальном этапе. Когда я приехал, она проводилась на базе Сибирского федерального университета и этой школы. Мы здесь жили, питались и писали в этих стенах физику. Ну, и как каждому участнику дали приглашение. Такой вот листочек с информацией, как к нам попасть, где зарегистрироваться, какие преимущества вас ждут и прочее, и прочее. Успешно пройдя вступительные испытания и заняв первое место в рейтинге поступивших, Роман переехал в Красноярск. Маму люблю очень. Если она увидит, может, это привет. А так, ну, как мама? Мама, конечно, не хотела отпускать. Она любит меня очень сильно. Ну, что мне нужно развиваться. Я ей так это сказал. Она одобрила. Ну, и все. Мы с ней общаемся, стараемся созваниваться. Она иногда приезжает и привозит чего-нибудь хорошего. Эта точка движется вперед вместе со всем трактором, но колеса вращаются. Знаете, физика вообще достаточно интересная штука. Мало того, что она сам как предмет мне очень нравится, она развивает мышление логическое, техническое. Мне еще нравится в ней такая штука, что она дает базу для того, чтобы в будущем стать каким-нибудь специалистом, который работает в прикладной сфере. Это инженеры, строители, архитекторы частично. То есть это такой фундамент для чего-то прикладного. А мне очень нравится строительство, там, вот эта вот вся отрасль. И считаю ее достаточно перспективной для себя. Иногородние школьники проживают в здании общежития, построенного к универсиаде, которая прошла в Красноярске в 2019 году. Как только я поступила в эту школу, мне сразу же открылось множество путей развития в олимпиадном направлении. Больше всего меня привлекает математика, но недавно я принимала участие в олимпиаде по физике. А также сейчас я изучаю информатику. Несмотря на то, что сейчас я нахожусь не дома, а живу в общежитии, мне все очень нравится. Мои соседки, которые являются также моими одноклассницами, постоянно поддерживают меня, а также мы поддерживаем друг друга, помогаем сделать процесс обучения намного легче и увлекательнее. Одним из, наверное, еще таких отличительных моментов является обязательное для нас участие в олимпиадах и конкурсах. Огромный перечень этих олимпиад и конкурсов по разным направлениям. Нам важно, чтобы каждый школьник попробовал себя в этом режиме работы, потому что это же про возможность собраться, это про готовность и возможность выстроить подготовку и дойти как спортсмену, как-то максимально готовым, результативным к тому финишному мероприятию. В олимпиадных заданиях интересна их концепция, что там не просто ты делаешь что-то по шаблону, а тебе надо что-то самому придумать уже, то, что такое более трудное уже, как-то самому докручивать, постепенно приходить к решению и все, и когда-то уже все у тебя готовое решение, ты такой ура, все получилось. В 1999 году на основании постановления бывшего губернатора Красноярского края Александра Лебедя была создана Мариинская женская гимназия-интернат, которая вошла в систему кадетских учебных заведений Красноярского края. Мы особое учреждение. Вот при определении, так скажем, приоритетных, ценностных отношений, которые мы закладывали, мы работаем над становлением благовоспитанной, образованной, деловой дамы, добросердечно любящей матери с развитой потребностью благотворительности, умелой хозяйки, хранительницы домашнего очага. Вот для того, чтобы реализовать эти такие цели, конечно, создаем особый уклад в жизни гимназии. Обратимся к истории. В середине 19 века появилась необходимость создать специальное учебное заведение, где получали бы образование девочки всех сословий, имея при этом возможность жить в своей семье и свободно посещать занятия. Так, 28 марта 1858 года, по указу императора Александра II, в Санкт-Петербурге была основана первая женская гимназия со свободным местом проживания. Новое учебное заведение назвали «Мариинская гимназия» в честь жены императора Марии Александровны. В гимназии прививают правильные ценности, на мой взгляд. Это семья в первую очередь, любовь к ней, забота о ней, забота о здоровье, и не только в своем, но и окружающих. Это отражается в проектах, которые мы делаем, в акциях, в которых мы участвуем. На самом деле мне очень нравится учиться в чисто женском коллективе, потому что как бы мальчики не отвлекают от занятий. На самом деле немножко разные наклонности именно, например, у мальчиков технические, а у девочек гуманитарные. Поступление в гимназию – многоэтапный конкурс. Ежегодно сюда принимают всего около 40 воспитанниц, из которых комплектуют два класса. Гимназисток отбирают по результатам успеваемости в школе и вступительного собеседования, после чего зачисляются лучшие по рейтингу. Идти учиться в гимназию можно с пятого класса, сразу после начальной школы. Интересным фактом является то, что гимназия расположена в одном здании с кадетским корпусом, но на разных этажах. Вы знаете, вот мы особой такой изолированности от мужского общества не чувствуем. Вот начиная с прихода в гимназию, мальчишки их встречают на лестнице. Они общаются. Затем во второй половине дня они совместно посещают, как спортивную школу могут выбирать занятия по интересам. Существует кадетский парламент, существуют творческие кружки в центре дополнительного образования, где они танцуют, поют и так далее. То есть там они приобретают тоже опыт общения. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это даже здорово получилось, что Мариинская гимназия оказалась рядом с нами в одном даже здании. Они дружат и вне корпуса, и вот эти теплые отношения, которые складываются между ними, мы пытаемся дальше развить за счет вот этих мероприятий, за счет совместных каких-то действий. И, на мой взгляд, это проходит успешно. Красноярский кадетский корпус был и остается престижным образовательным учреждением для мальчиков. Здесь будущие защитники Отечества получают не только безупречное образование, но и воспитывают в себе присущие настоящим мужчинам качества – дисциплинированность, целеустремленность и духовность. Мы здесь находимся в чисто мужском коллективе, и получается, женский пол у нас… У нас с ним общения как бы меньше, чем у обычных школьников, но к женщине у нас особое отношение формируется благодаря вот каким-то, можно сказать, мелочам. В быту там, к примеру, то есть где-то помочь учительнице, где-то открыть ей дверь. И, к примеру, также у нас отношения формируются на уроках хореографии, то есть нам задают установку то, что мы кавалеры, мы защитники, и к женщине мы должны относиться только уважительно, а не как иначе. Основная встреча с девочками – это на переменах, когда мы покидаем свой класс, мы идем… У кого есть знакомые в Боринском гимназии, мы идем встречаться с ними, тоже у них своя уникальная жизнь, о которой нам очень интересно узнать. Это занятия на хореографии, о которых уже было сказано, это какие-нибудь вне корпусные мероприятия, где мы тоже можем вместе поучаствовать, какие-либо олимпиады, или когда кадеты выезжают на какие-то конкурсы, или их приглашают на какие-либо события в качестве гостей. Ну а мы отправляемся исследовать Красноярский край и держим путь на восток, в город Уяр. В городе Уяр сельскому хозяйству уделяется особое внимание. Мы в сельскохозяйственном техникуме. Вообще город Уяр, он не является таким крупным центром. У нас население около 12 тысяч, поэтому вокруг нас расположены сельхозтоваропроизводители. В основном это растеневодство направление. Но в целом мы готовим кадры не только для Уярского района, а для всего Красноярского края, в частности и восточную зону Красноярского края. Поэтому говорить о том, что наши дети остаются только здесь, наверное, не совсем правильно. Уярский сельскохозяйственный техникум для Сибири – знаковое учебное заведение. Одними из первых в стране здесь перешли на передовые технологии в обучении. Мы сейчас являемся таким лидером и драйвером в цифровой трансформации в Красноярском крае. Командой техникума в 2019 году была разработана новая компетенция цифровой земледелия, где в рамках этой компетенции мы полностью попытались собрать те современные технологии, та цифра, которая входит в сельское хозяйство, и каким образом она влияет на производительность труда в сельском хозяйстве, как она может увеличить рентабельность производимой продукции. И вот на основании этих технологий нами была разработана образовательная программа разного уровня. За год техникум выпускает не менее 800 молодых специалистов по разным формам обучения, и практически все они идут работать в отрасль. Константин сделал свой выбор в пользу профессии ветеринара. После того, как мы жили в городе, мы переехали в сельскую местность. Держали хозяйство, домашних животных, поэтому нужно было знать, как правильно их содержать. И я так подумал, что вообще нет большой разницы работать мне в городе либо в сельской местности. Поэтому отучусь, там посмотрим. Техникум Техникум — это такое место, в котором готовят потрясающих специалистов. То есть здесь направлено не то, чтобы дать нам теорию, здесь полно практики. То есть тут готовят не то, чтобы специалисты по бумажкам, а специалисты настоящего. Вот таких нас и готовят, потрясающих и замечательных. Дело в том, что мы должны готовить в учреждения среднего профессионального образования специалистов, которые, с одной стороны, тоже востребованы сегодняшней экономикой, ну то есть текущей экономикой должны быть востребованы. И эти специалисты должны соответствовать тем требованиям, которые прививляют работодатели. Если у нас будет разрыв, наши специалисты не будут востребованы. И, соответственно, система образования с точки зрения среднего профессионального будет работать впустую. Поэтому для нас очень важно учитывать интересы работодателей, их потребности. Мы должны понимать, какие специалисты будут востребованы через 5 или 10 лет. Если мы этого тоже делать не будем, то специалисты, которых мы выпустим сегодня, через 5 лет будут не востребованы. Поэтому очень важно как раз поддерживать уровень среднего профессионального образования вот на этих двух, ну вот учитывая два этих вектора. Закрытый город Зеленогорск расположился на левом берегу реки Кан. Своей закрытостью город обязан электрохимическому заводу, построенному в годы Холодной войны. В то же время здесь была построена и Красноярская ГРЭС-2. Долгое время город носил название Красноярск-45, а в 90-е годы прошлого века его переименовали в Зеленогорск. Я хвалюсь всегда, вот когда я рассказываю про свой город, я всем всегда говорю, надо обязательно, если поедете в Сибирь, надо ехать именно в Зеленогорск. Если поедете в Красноярский край, надо ехать именно в Зеленогорск, потому что, мне кажется, это какое-то чудо, это какая-то сказка, потому что вот город, и он в тайге. Звучит, правда, странно, звучит очень сказочно, как будто, как это так, в тайге какой-то город. А он еще даже не какой-то, там еще столько всего происходит на самом деле. Зеленогорск – город славных традиций. На технически передовом предприятии, электрохимическом заводе, флагмане атомной отрасли успешно решается задача по подготовке кадров для предприятий госкорпорации «Росатом». Сегодня компания «Росатом» ставит для себя очень глобальную цель – это стать технологическим лидером. А это невозможно без привлечения новых, понимаете, новых абсолютного формата кадров, те, которые креативны, мыслят по-другому. И поэтому высокотехнологичное оборудование, оно и требует высококвалифицированные кадры. Поэтому готовить их надо начинать уже как бы не только даже со школы, а и с детского садика. Поэтому, конечно, все наши силы, все наши направленности направлены на то, чтобы мы готовим кадры себе сами. В дошкольном образовании при поддержке электрохимического завода успешно реализуется проект «Технопарк в дошкольной среде». За три года реализации проекта в городе создано сетевое сообщество детских садов, реализующих модули познавательно-исследовательской направленности в трех направлениях. Естественно, научное экспериментирование, лего-конструирование, образовательная робототехника, а также конструирование и техническое творчество. С 2018 года мы начали строить эту часть образовательной среды детского сада с помощью электрохимического завода. Без этого мы бы не смогли, потому что это очень дорогостоящее мероприятие. И благодаря созданной вот этой части среды, которая у нас сегодня есть, мы можем реализовать и детский совет, и другие технологии, которые сегодня применяем в нашем детском саду. К лучшим практикам относится и муниципальный проект молодежного инжиниринга и технологического предпринимательства «Агентство прогрессивных решений», где школьники создают актуальные технические решения на благо своего города. Мы действительно являемся «Инновационная школа Росатома». Причем мы в технологиях индивидуализации, реализуя проект «Школа Росатома», работаем уже около шести лет. В первую очередь в том, уникальность нашей школы, что мы реализуем все подходы, которые связаны с индивидуализацией обучения. Это очень важно. В нашей концепции образовательной есть место каждому ребенку, но мы и отрабатываем технологии в открытых образовательных пространствах. В 2016 году при поддержке топливной компании «ТВЭЛ» и электрохимического завода в школах города стартовал проект «Школьный технопарк», который перерос в сетевой технопарк. За это время количество занимающихся техническим творчеством школьников выросло почти в два раза. Проект направлен на то, что ребята во время своего образовательного процесса не только проходили образовательную программу, но и производили какие-то свои предпринимательские идеи, задумки. Их проекты должны выходить в свет, должны выходить в продажу. Условно говоря, это такая ранняя профориентация с уклоном больше на бизнес. И почему это у нас пошло? Потому что у нас уникальный закрытый город, у нас все учреждения взаимодействуют друг с другом, активно развиваются сетевое взаимодействие между образованием, бизнесом, нашим электрохимическим заводом и частным сектором, просто фрилансерами, экспертами, которые постоянно участвуют в нашей деятельности, в роли экспертов. Развитие образовательной технологической среды в Зеленогорске дает отличные результаты. Школьникам предоставляется прекрасная возможность раскрыть в полной мере свои технические способности и получить востребованную профессию. Мне кажется, здесь есть некий азарт. Ты, когда начинаешь, ты открываешь для себя что-то новое, ты находишь какие-то новые, новых роботов, новые механизмы, ты развиваешься сам, у тебя развивается инженерное мышление, абстрактное мышление, и ты входишь в такой некий азарт. Поэтому робототехника – это на всю жизнь. Мы в Каннске, одном из старейших городов Сибири. Небольшой городок с уникальной историей, который старается идти в ногу со временем. Здесь уже 10 лет проходит международный Каннский видеофестиваль. Он представляет собой конкурс кино и видеофильмов, а также всех альтернативных жанров визуального искусства. Ну а мы продолжаем снимать свой фильм. Каннский технологический колледж ведет отсчет своей истории с 1948 года. Каннский лесотехнический техникум, образованный как одно из подразделений ГУЛАГа с целью обеспечения кадрами лесной промышленности, сегодня стал колледжем, который является одним из престижных учебных заведений Красноярского края. Наш колледж уникален многим. В 2021 году вошел в топ-100 лучших колледжей России. Мы реализуем различные специальности. Две специальности входят в топ-50. Одна специальность технологии лесозаготовок реализовывается только у нас в колледже. Больше нигде в крае такую специальность никто не реализует. К нам приезжают студенты из различных уголков не только Красноярского края, но и из других регионов страны. Материально-техническая база колледжа позволила ему стать площадкой для региональных чемпионатов и конференций. Все специальности связаны с IT-технологиями. Больше половины обучающихся у нас это студенты специальности информационной системы, информационной системы и программирования. Мы еще уникальны тем, что у нас очень много обучаются на дополнительном отделении. Это профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование. Сейчас очень много внимания в стране уделяется людям в возрасте 50+. И наш колледж одним из первых в Красноярском крае получил право на реализацию таких программ. Александр в 1980 году получил специальность инженера. Спустя 40 лет он решил продолжить учиться. Предложили на базе технологического колледжа пройти курсы. И я, конечно, с удовольствием принял это предложение. Кем более здесь современное хорошее оборудование, преподавательский состав хороший. Далее делаем блок кластеризации. Внутри него размещаем блок для картинки. Каждый человек, который пришел учиться, он пришел, значит, чтобы добиться поставленной цели. Вот, поэтому, как говорится, неважно, во сколько он пришел. В 18 лет, там, в 30 лет, в 40. Если он пришел, значит, нужно дать ему те знания, за которыми он пришел. И чтобы по окончанию обучения он сказал, ну, спасибо. Или, по крайней мере, все это было не зря. Там, сколько, 3-5 лет обучения было не впустую. Благодаря нашим программам все-таки возраст, наверное, профессиональный у них продлевается. Многие получают возможность оставить за собой прежнее место работы, потому что квалификация повышена. Многие те, кто попадают под сокращение, под риск увольнения даже, они меняют вообще свою специальность, профессию и остаются в трудоспособном таком возрасте, еще нужны и себе, детям и стране. Наше небольшое путешествие по Красноярскому краю подходит к концу. Чтобы рассказать обо всех успешных практиках, реализуемых здесь для создания блестящего будущего, не хватит и нескольких программ. Но все же любой регион – это прежде всего люди, которые являются основным и самым ценным его ресурсом. Ведь именно они делают свой регион успешным, процветающим и комфортным для жизни. Красноярский край – это край с очень богатой историей, с непростым климатом и с очень сильными людьми. Это частица меня, без которой я не смогу жить. Где родился, там и пригодился. Пусть это звучит пафосно, но это так и есть. Я люблю свой край и люблю свой город. Понравился фильм? Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересного!